Приветствую, друзья мои, с вами на связи Александр. Сегодня с утра мы с одним из моих учеников взяли комплекс упражнений. И парочку из этих упражнений я хочу показать вам. Думаю, что они будут полезны, особенно если вы находитесь на начальном этапе освоения гитары. А также, если вы хотите улучшить свои навыки в счете, чтобы правильно считывать размер и длительности, и лучше ощущать ритмический рисунок той или иной композиции. Мы с вами возьмем упражнение в размере 4 четверти, но они также будут подходить, эти упражнения, к любому размеру, двухдольному. К простому, к сложному. Теперь давайте для того, чтобы не быть голословным, я просто покажу вам, каким образом эти упражнения исполнять, и вы уже будете самостоятельно репетировать. Значит, смотрите, в чем заключается наша задача. Мы сейчас медленно, большим пальцем правой руки будем отсчитывать четвертные ноточки на пятой струне басовой. И здесь будем держать в левой руке аккорд ля минор аем. Вот мы играем раз, два, три, четыре. Теперь каждый раз, когда вы отсчитываете четвертную ноточку, щипаете вот здесь большим пальцем, вам необходимо одновременно щипать тремя пальцами и ма аккорд на первой, второй, третьей струне. Как это будет выглядеть практически? Вот смотрите. Раз, два, три, четыре. Или же можно на вторую восьмушку просто говорить и. Раз, и два, и три, и четыре, и. И немножечко, потихонечку, когда вы освоите этот навык, добавляйте скорости. Чуть-чуть играйте быстрее. Раз, и два, и три, и четыре. Раз, и два, и три, и четыре. Большим пальцем вы можете как играть с опорой, апаянда. То есть, вот видите, я его останавливаю на четвертой струне. Можете играть тиранда, то есть, так же, как и все остальные пальцы, то есть, не останавливая палец на соседней струне. То есть, отводя его просто в сторону. Получается, что у вас большой палец отсчитывает четвертные ноты, а все остальные пальцы, они восьмушками играют. И у нас получается. Теперь, когда поработаете над этим упражнением, можно переходить к следующему упражнению. Оно будет заключаться в следующем. Мы просто переворачиваем это упражнение, образно говоря, вверх тормашками. Играем четвертые нотки в качестве аккорда. А восьмые играем большим пальцем. Раз, и, два, и. Видите, да? В то время, пока мы аккорд один играем, щипаем, здесь мы щипаем две ноточки. Раз, и, раз, и. Раз, и, раз, и. Это упражнение поможет вам лучше ориентироваться в длительности, когда вы считаете или считываете стабулатуру, или с нот музыку. Улучшит ваши навыки в плане ощущения ритмики того или иного произведения. И, конечно же, поможет вам аккомпанировать более достойно, не сбиваясь с счета, с темпа, когда вы играете вместе с кем-то в дуэте или просто сопровождаете вокалиста или инструменталиста. На этом упражнение данное я хочу закончить. Точнее, два упражнения. Если они показались вам полезными, обязательно ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. Обязательно делитесь этим видео со своими друзьями в социальных сетях и увидимся с вами в следующих видеороликах или на занятиях по скайпу. Вся полезная информация и ссылочки под этим видео. Пока-пока.